Всем привет! Сегодня я поговорю с вами о All Year Blue от Gurlena. Я точно, наверное, сказала неправильно его имя, извините. Но это волшебные духи, и поскольку говорят, что эти духи были Маргариты из Мастера Маргариты, я включила музыку специально для вот этого, чтобы войти в это волшебное чувство. Честно говоря, я читала Мастер Маргариты, и мне мама сказала, что кто-то либо написал, либо сказал, что эти духи были... Ну, почему их называют... что эти духи были Маргариты, я прочитала полностью эти несколько... ну, как бы, эти листы книги, где специально было написано о Маргарите, и прочитала особенности в её, как бы, зеркало, и я не видела нигде, что было написано, что она носила эти именно духи. Но как-то так мама прочитала, и я не знаю, где, но если у вас есть какие-то данные, может быть, что... Может, вы увидели, что там было написано именно, что она использовала именно вот эти духи. Эти духи называются «Сумерки» на русском. «Lier Bleu» — я не знаю, как это... может быть, это есть на французском. Перевод. И сейчас я вам скажу, как они пахнут. Они, кстати, пахнут достаточно пудренно. Ну, вот у меня... я не знаю, у меня просто все духи пахнут пудренно, которые мне очень нравятся. Он маленько похож, я бы сказала, на пользу... На пользу на хипнотик, просто вот из-за вот этого пудренного, такого опьяняющего, такого шипящего, может... Ну, даже не шипящего, можно так сказать, шепотного такого запаха. И он просто как бы... ну, он реально волшебный достаточно. Я, короче... ну, мне он очень нравится. Такая бутылочка. Что я успела про них прочитать, потому что мне было очень интересно узнать про них, ну, все, что я могла вот от них узнать. И я прочитала, что эти духи были приготовлены в 1912 году, перед войной. И когда их создавал Жак Гурлейн, когда он их создавал, он их описывал, как... как ты идешь... Ну, вот, когда ты в них нюхаешься, ты чувствуешь вот эту, знаете... Вот вы идете по дороге, и вы как бы идете по Парижу, по ночному в сумерках Парижу. И, в принципе, если можно закрыть глаза и вот просто понюхать, то, может быть, и так. Я не была в Париже, так что я не знаю. Но достаточно... ну, я была в Париже, но я не была... я была в самолете. Такая... я не летала, как бы... я не гуляла по Париже. Но... Можно сказать, что, да, достаточно он пахнет маленько такой. Дождем маленечко даже пахнет. Но он пахнет реально опьяняюще. А какие... У меня же голос чуть пропал. Ну, короче... А какие вы думаете, как он для вас пахнет? И какие истории у вас были бы, наверное, с ним? Поскольку я живу в Канаде, и я из того круга, где... Особенно про меня... Ну, я, может быть, просто не так уж много где гуляю, и просто мои запахи не так уж как бы ценятся. Просто их никто никогда не нюхает. Но... Про них я еще, как бы, комплименты не получала. Может быть, потому что просто в моем возрасте никто, как бы... Ну, нету настоящих ценителей. Может быть, и есть, но их очень-очень мало. Но вот я реально хочу сказать, что вот они пахнут реально, как бы, ну, волшебно. Я понимаю, почему эти духи... Как бы называли их духи от Маргариты. Но... И мне просто интересно, что почему их называют именно Маргариты, как человек, ну, когда понюхать их, вот так, и сказать, что эти духи были реально от Маргариты. Ну, эти духи были Маргаритины. Может, я просто насчет не понимаю. Короче, если у вас есть какие-то комменты насчет этого, и вы, может быть, прочитали где-то именно в книге, что эти духи были использованы Маргаритой, пожалуйста, скажите мне, прям, я была бы очень рада. Ладно, все, всем пока-пока. Вот такая у нее бутылочка, я вам покажу ее, опять, то я плохо показала тогда. Они очень классные, мне они очень нравятся. Все, ладно, пока-пока.